Итак, дорогие мои, Новый год в Калуге, в России. Мы отметили. И сейчас танцы. Ну и мы, свеченцы, решили прогуляться и посмотреть салют, который у нас делают здесь. Это был что-то такое. Ну и сегодня, сегодня, сегодня. Новый год к нам мщится, скоро всё случится. Наши экологии замечательно исполнили 650 лет в 2021 году. И мы с удовольствием ходим по парку. Винченцо решил пройтись по парку. Как я уже говорила, я не думала, что столько много народа сегодня будет. Но народа было много, потому что всем надоело уже есть, пить и сидеть дома. Это было здорово. Это центр исторический Калуги. Какой же он красивый, даже днем. Вот такая елка сегодня возле муниципального образования Белого дома Калуги. В общем, все красиво. Все красиво. Главное, что погода именно для того, чтобы ходить и гулять. А гулять по Калуге это одно просто удовольствие, скажу я вам. Действительно получилось замечательно. Мы с вами бродили 5 часов, дорогие мои. Ну, конечно, и красиво все это обустроено. Ну, и то, что мы надышались. И надышались свежим воздухом, потому что завтра уже передают минус 12. А сегодня минус 1. Замечательная сладкая такая погода. Ни ветерочка, ничего. И сразу, как мы только прошли в Калугу, мы увидели вот такой паровок. Я думала, только дети на нем могут кататься. Оказывается, и взрослые тоже. Но мы решили пройтись пешочком. И это было здорово. Народу полно. Все делают фотографии, потому что очень красочно. Очень красочно и замечательно. Ёлки украшены. Просто такая вот природа. Просто такая вот атмосфера. Именно парка. Очень красиво. Ну, и, конечно, Винченцо тоже в восторге от исторического центра. Да, мы здесь были. Но уже немножко подзабылась за 10 лет. Десять лет. Здравствуйте, с вами Ольга. И я желаю вам здоровья, счастья, радости и любви. Потому что сегодня мы уже в новом 2022 году, дорогие мои. И сегодня, чтобы взять больше здоровья и получить от такой замечательной природы в России. Потому что сегодня всего один градус мороза. Но он совершенно не чувствуется. Ветра нет. Народ гуляет, потому что уже напились и наелись. И шампанского, и тортов, и оливье, конечно, всего наелись. А сегодня мы гуляем. Мы думали, что в парке никого не будет. Но здесь все работает, дорогие мои. Вот уже паровозик из Ромашково отправляется в путь. Но он не только этот паровозик работает. Работают здесь все. Вот сейчас я вам покажу, как... О, какая красота! Ну, веселый паровозик. Ну и все детки, конечно, едут вместе со взрослыми, оказывается. Значит, мы можем тоже прокатиться на нем. Но мы решили сегодня сделать пешую прогулку по нашему замечательному Калужскому парку. Вообще очень красиво здесь. Здесь, смотрите, работают и карусели, и качели. Вот такие вот, как мы раньше качались, как они называются, лодочки. Смотрите, уже другие серии. В общем, я думала, что зимой все это не работает. Оказывается, работает. Вот еще один такой паровозик маленький. Короче, красота неописуемая. Винченце рад всех вас приветствует из России с любовью. В общем, буду вам показывать совершенно красивые наши места. Ну и, конечно, всех с Новым Годом из России с любовью. Смотрите, какая красотища. А погода вообще супер. Ну, действительно, погода супер, и всех вывела на улицу. Конечно, как я уже показывала, и развлечения тоже есть. Можно и на каруселях прокатиться, и на колесе обозрения. Но сегодня немножечко было так, что ресторан, который у нас здесь в парке, он оказался закрыт. И не только ресторан. Я надеялась, что Винченца отведу в пельменную, которая такая знаменитая у нас. Ну, конечно, я показываю виды, которые в парке. Это церковь. Все старинные церкви, дорогие мои. Здесь очень много церквей. Они все старинные. Мы сегодня в одну из них зашли. Не в эту, а в другую. Георгия Победоносца. Этой церкви тоже уже 600 лет, дорогие мои. Она двухэтажная. И там тоже такая икона, которой 800 лет, дорогие мои. В общем, Калуга такая древняя и вместе с ним молодая. В общем, здесь все есть. И молодость, и древность. Все вместе вперемешку. Но, конечно, это завораживает. Конечно, все отреставрировано. Все вот эти здания старые, все отреставрированы. Такие все красивые. Елки, елка. Вот это вообще замечательно. Мы ее пощупали. Она оказалась искусственная, но такая красавица. И мы сделали фотки, конечно, всякие разные и замечательные. В общем, прогулка у нас получилась почти 5 часов, дорогие мои. Это вообще получилось суперздорово. Не только мы гуляли. Как вы, может быть, заметили, что народ гуляет. Когда мы уже возвращались из парка, народ прибавился еще, наверное, в 5 раз. Ну, сегодня очень-очень-очень мало кафе и ресторанов. Рестораны все практически закрыты. Кафешки были открыты. Мы, в конце концов, одно из них нашли. Потому что, когда походили, походили, побродили, немножечко захотелось и есть. Очень много всего интересного мы здесь открыли в парке. Мало того, что очень много всяких интересных фигурок. Вот такая карета, которую Винченцо, конечно, не провиновал залезть, потому что, типа, он принц. Ну, я тоже, конечно, залезла, сделали фотку. Вот такого зайца мы тоже нашли на дереве. Вообще замечательный. Очень много скворечников здесь. Да, такие все красивые. Это Винченцо заметила. Я, кстати, на них внимания не обратила. Очень много скворечников. И все они сделаны своими руками. И, конечно, все замечательно красивые. Аттракционы тоже все красочные. Даже вот в такую погоду зимнюю видно, что они все такие красочные, разноцветные, привлекают внимание и привлекают глаз. Вот это колесо обозрения мы помним. Десять лет назад мы тоже на нем прокатились. Казалось бы, оно маленькое. Но на самом деле, когда мы поднялись вверх, у Винченца тряслись коленки. То есть это тоже у нас осталось в памяти. В общем, фотографии мы делали везде. Фонтаны эти летом все работают. В Калуге очень-очень-очень много фонтанов. Все они летом работают. Но зимой, конечно, нет. Но все равно даже просто посмотреть на них одно удовольствие. Конечно, очень много всяких фигурок таких мы увидели. И, конечно, возле каждой практически сфотографировались. Ну, вот я показываю ресторан, который в этот раз был закрыт. Но десять лет назад мы все-таки там пообедали и выпили по чашечке кофе, который нам совершенно не понравился. То есть этот парк расположен возле как раз вот этого белого дома Калуги, который с другой стороны видно. И там елка. Панорама открывается. Панорама открывается на правый берег Калуги. И очень это тоже завораживает. Конечно, мы тоже на эту панораму полюбовались. Мы сделали фотографию. Луга замечательная. Если вы обратили внимание, я немножко показала реку. Она здесь очень много полыньи. Практически льда нет на реке. То есть с одного берега на другой не перейдешь. Потому что лед очень тонкий. И не везде он вообще есть. То есть зима в этом году теплая. До сих пор она теплая до такой степени, что лед не застыл на реке. Это не раньше, которые зимы были, минус 40 градусов. В этот раз, конечно, нам повезло. Потому что температура довольно-таки нормальная. Потому что рассказывали люди, что раньше, ну и мои тоже родственники рассказывали, чтобы была перед нами погода минус 25 градусов. Нам повезло. Мы когда приехали, было минус 5, минус 6. Ну а сегодня минус 1 градус. А это вообще суперздорово для такой пешей прогулки, которую мы сейчас делали. Вот такая набережная. Здесь открывается такой замечательный вид. Ну и, конечно, мы полюбовались. Вообще все обустроено. Все облагоустроено. У нас замечательная такая вот набережная. Открывается здесь река, как я уже говорила, без льда практически. Где-то он и есть. Ну, как я уже говорила, основная прогулка у нас была в парке. Когда нам уже совсем-совсем надоело, мы решили просто пойти погулять по Калуге и увидеть какие-то там разнообразия, разнообразия. Ну, мне, конечно, очень приворожил, заворожил вот этот маленький паровозик. Уже больно он, хороший и веселенький такой. Каждый, оказывается, ребенок мог порулить со своим собственным рулем. Вот в этих вагончиках. Очень интересно. Конечно, людей много. Как вы видите, даже в паровозике практически всегда полный этот паровозик. Просто прокатился бы парку на паровозике. Очень здорово. Мы сначала хотели... Даже дымок идет. Вообще, мне это нравится. Я бы сама тоже прокатилась, но мы решили все-таки пешочком пойти. Для нас это лучше после всех вот этих возлияний. И салатов оливье, и всяких вкусностей. Немножко пешей прогулки не помешает. Ну, и просто воздухом подышать, конечно, здорово. Тем более, что такая замечательная погода, как я уже говорила. Ну, и по Калуге мы сегодня тоже погуляли. Вот, видите, это в другом парке уже тоже девчонки приехали на лошадях. Можно покататься и взрослым, и детям. Вот еще мне понравилась такая аптека старинная. Тоже такой балкон, красиво украшен. В общем, Калуга. Я обожаю Калугу, свой город. И горжусь, что я такая калужанка. Ну, это мы зашли в кафе просто немножечко, чтобы отдохнуть. Взяли по кусочкам вкусного торта и капучино. Без всякой корицы. Потому что нам предлагали с корицей. Мы взяли без корицы. Просто, просто, просто посидели, отдохнули. Ну, и здесь рынок. Рынок, рождественский рынок, как бывает во всех городах. Это, я вам скажу, отдельный разговор. Здесь сколько всякой вкуснятины продают. Сегодня мы купили рыбу горячего копчения. Красную рыбу горячего копчения. Это, я вам скажу, песня. Какая это вкуснятина. Дороговато, да. Кусочек рыбы, он где-то получился у нас. Ну, да. Почти килограмм 550 рублей. Он стоил, но это мы наелись на троих. Я, мама и Винченце, мы тут кусок рыбы горячего копчения уплели по счету раз. Теперь надолго хватит. Ну, в общем, валенки. Это тоже здорово здесь продают всякие разные. Валенки нам не нужны, но Винченце здесь выбрал носки, которые связаны вручную именно из натуральной шерсти. Заплатили мы за них 500 рублей. Вот именно такие они даже пахнут. Еще оцой, поэтому очень-очень теплые. И, ну, видно, что действительно, да, связаны вручную. В общем, нам понравилось. Вот я показываю изобилие рыбы, где мы тоже взяли кусочек. Ну, и, конечно, вот эта вот замечательная площадь, где вот эти рынки, рождественская театральная площадь. Главное, что она вечером еще вся и в огонечках. В общем, красота неимоверная. Вечера мы не стали ждать. Мы решили поехать домой, потому что немножечко мы все-таки подустали от этой прогулки. Это Винченце решил снять, как здесь делают леса строительные. Ну, и я встретилась со своей двоюродной сестричкой Наташенькой. Вот, обожаю тебя. Ну, и вот такая у нас театральная площадь, и елка, и вообще замечательно красивая Калуга. Делюсь с вами с удовольствием нашей сегодняшней прогулочкой. И еще раз, еще раз всех вас уже с наступившим Новым Годом. И желаю вам, как обычно, здоровья. Самое главное, здоровья. Главное, загадывайте желания, и они обязательно сбудутся. Потому что в этом году три двойки.